итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал вот вернулась я к вам со своих мягко говоря под затянувшихся новогодних каникул к сожалению повод был не очень радостный расскажу что да как надеюсь вы это время провели хорошо вот очень надеюсь что только я такая знаете неудачница вот рассказываю рассказываю что же сына случилось приключилась боже так если вы слышите какие-то шорохи это это совершенно нормально мне тут играются коты не могу их вытурить потому что они будут сейчас занимать мужа муж только пришел с работой надо отдыхать вот такая вот система воспитания котов год мой начался не очень удачно меня прям подломила уже буквально 2 января что конкретно самочувствие то есть я вдруг почувствовал себя не очень хорошо не скажу что в целом организм испытывал какие-то недомогания но у меня как бы смешно это не звучало вдруг заболел пупок странно звучит типа боже кто же из-за этого расстраивается ну прям заболел так конкретно если кто-то меня давно не смотрел я сейчас дохожусь в таком интересном положении уже на на финишной черте примерно через три месяца уже надо рожать а вот поэтому состояние моё вызвало мне конечно некоторые вопросы что сама не так что происходит что изменилось почему болит заболела прям очень конкретно где-то при ну сверху от пупка и справа от пупка прям невозможно было дотронуться чихнуть или кашлянуть что-то вот прям такое вот знаете ощущение натянутой струны и если я чихну кашляну или резко пошевелюсь меня то что что-то внутри оборвется вот такое вот ощущение у меня не возникло каких-то опасений по поводу моей беременности потому что никаких признаков тревожных не было но то что болит но я думала может быть это был у меня два варианта может быть это аппендицит надо подождать развития событий и бежать в больницу да ну мало ли что после новогоднего застолья аппендицит либо же какой-то такой всплеск активный всплеск роста ребенка в начале каждого месте мне кстати да вот наблюдаю такой как будто бы немножечко такой всплеск роста увеличение небольшого живота я думала что может быть с этим связано то есть что-то тянется что растягивается ощущение как будто растягиваются какие-то связки или мышцы или что-то такое в общем я дня два я ходила буквой г вот так немножко присогнувшись я даже не могла выпрямить спину выпрямить спину потому что мне тянуло кожу и мне казалось что мне от этого еще больнее еще дискомфортнее я просто знаете как раненая тюлениха лежала на берегу на своей кроватке я лежала как раненая тюлениха и постановала будто меня знаете орезанула винтом моторной лодки я выбросилась на берег и лежу значит постановым вставала исключительно только по необходимости до туалета и покормить котов мог обслужить своих котов в бытовом плане да что за ними убрать накормить вот больше ничем не занималась и как говорится беда беда не приходит одна кстати этому есть научное объяснение почему типа беда не приходит одна потому что когда мы заходим вот в это состояние стресс у нас начинает в раб не стресса может быть подавлен к вот состояние у нас начинает вырабатываться соответствующие гормоны эти гормоны определенным образом влияют на наше мышление и в общем-то меняют структуру нашего поведения и так далее там то есть вот бывает так да что человек меня неудачный день с утра потерял деньги расстроился вошел в этот негатив отключился у него мозг переключился на какие-то другие процессы вечером его сбила машина понимаете сбила машина не насмерть попал в втором пункте такое бывает да почему потому что изначально вот он вошел эти негативные эмоции подключились определенные гормоны они изменили его мышление он если бы он был в нормальном настроении он был бы там внимательный может быть да тут он был в стрессе внимательный еще и под машину попал да потом ко всему прочим вот вот так вот работает вот эта вот история типа такое поверье что беда беда не приходит одна и два дня пролежав как раненый зверь естественно к этому моему физическому недомоганию на фоне выработки вот этих стрессовых гормонов негативных эмоций добавилось еще эмоционально такое подавленное состояние потому что я подумал что же это такое да то есть осталось тут немножко я такая радостная вся счастливая у меня все так хорошо протекала я была настроена изначально на то чтобы максимально качественно прожить свою беременность потому что я не сторонник каких-то там жертв во имя чего-то там каких-то иллюзорных целей то есть я не такая мать-героиня что главное лялечка я там вся и страдаюсь физически эмоционально главное лячка для меня этот аргумент вообще с точки зрения логики не канает потому что любой лягички нужно здоровая там адекватная мама физически здорово психически здоровая то есть как-то заходить в какие-то крайне края крайности да какие-то крайности заходить во время беременности очень сильно себя ограничивать во всем игнорировать свои какие-то тяжелые состояния и так далее то есть потому что это все ради вот этой великой цель нет я этого изначально делать не собиралась и в самом начале беременности декларировала своего такого желания что я буду стараться проходить максимально легко через этот процесс бороться бороться со всеми там какими-то мелкими недомоганиями чтобы мое качество жизни не страдал и тут резко меня вот так вот подломила ни с того ни с сего без каких-то понятных для меня причины разболелся мне этот живот потом добавились такие еще время от времени ощущения куда распирание разрывания меня изнутри что этот живот как воздушный шарик меня кто-то надувает я сейчас взорвусь время от времени вот такие были ощущения я даже не могла нормально поспать потому что ночь и ночь я допустим тратил на поиск фото более-менее оптимального положения для тела чтобы ничего не давила не тянула не рвало меня в разные стороны да и и в итоге там уже утро рассвет я и не спала и днем естественно никаких дел не делаешь потому что просто вырубаешься и отсыпаешься за ночь да да маленький вот такая вот история печально такой печальный вопль на фоне кошачий раздался передавая весь драматизм этой истории и на фоне этого плохого сочувствия я поняла что так год начался какие-то планы ну хотя бы что-то не знаете куда-то походите где-то что-то развлечься начать делать уже какие-то дела приступать так сказать новый год новый план новая жизнь поехали погнали а я тут лежу и подыхаю собственно говоря и меня это еще эмоционально тоже подломила потому что да кому хочется именно так начинать свой год тем более ты не совсем понимаешь что это состояние и когда она пройдет в общем я маялась остро вот так вот ощущалось это состояние у меня где-то около трех дней потом все пошло на спад к врачу не бегала потому что что там делать врача господи да то есть каких-то признаков неблагополучия течения моей беременности мне не было никаких симптомов то что что-то не так наоборот знаете даже боль она где-то над пупком и справа ребенок там весело проводит время где-то под под пупком весело перемещается радуется жизни никаких тревожных симптомов нет просто что-то растягивается еще полезла в интернет наткнулась на форумы где куча таких страдали со своими значит этими разрывающимися пупками потом действительно присмотрелась чисто визуально там немножко такое видно что напряженная кожа над пупком немножко да они хоть немножко потянуло меня видимо потянуло я да я видимо должна расширяться чтобы было место ведь куда дальше расти ребенку вот такая вот ситуация это я сейчас так радостно рассказываю так я была какой-то такой говня говнястенького расположения духа на фоне этих вот всех ощущений ты уже ничего не думаешь ничем не планируешь ничего тебе не надо так лишь бы как говорится день прожить и все вот ну буквально вот вчера я уже почувствовала значительное улучшение состояния поспособствовало этому также приобретение как он называется бандажа и что самое прикольное что за мобильный живот маленький маленький живот что меня затяготило даже стыдно об этом говорить его думал буду рассказывать на камеру жаловаться ныть о своем состоянии и мне кто-нибудь напишет ну блин ну что ты посмотри на себя женщины такие животы носят женщины носят хрупкие женщины там двойняшек в нашем а ты со своим со своей корейской микроспоры в животе со своим микроживотом и микротельцем что-то там жалуешься жалуешься что тебя что-то затяготило вот такой вот был приобретен бандажик и знаете что действительно помогло после двухдневного где-то ношения я почувствовала что живот как-то держится ничего сильно не болит не тянет и как-то да надо было сразу покупать но я не спешила приобретать эту вещь потому что вы знаете кто мне давно смотрит вообще не люблю лишних вещей особенно которые временно в моей жизни да ну понятно что бандаж для беременных это что-то такое временное очень как бы я 333 ребенка рожать не собираюсь зачем и тетрад и тем более кстати и это счастливец у которой почему-то вообще не болит спина ни каким образом она не болит то есть не временно не постоянно ничего не отдает спину ну то есть вообще я думаю что бандаж больше для тех у кого идет нагрузка на спину из то что животик тяжеленький и надо поддержать вот спину кстати тут сейчас сейчас покажу туда со стороны спины есть вот эта вот часть такая корсетная который еще спину поддерживает я думал это для тех вот кого прям за тяготила живот большой спина болит для них а мне-то что ну вот как оказалось очень полезная вещь и действительно перестала тянуть этот пупок бедный мой несчастный прошли вот эти ощущения что меня просто разрываешься мир распадается распадается живот ну какие-то такие да это очень субъективное ощущение потому что визуально в этом никак не заметно все вроде такой маленький аккуратненький животик а вот ну факт есть факт вот так что вот так вот начался мой год очень рада что оклемалась не быстро и так быстро как хотелось бы но сейчас вот вступаю в активную фазу жизни наконец буду реализовывать свои планы заниматься делами которыми хотела заниматься в следующем видео расскажу какие мне вообще глобально планы на этот год какие мысли меня посещает вообще глобально на тему будущего где жить как жить и так далее что делать да это все в следующем видео а что еще хотела я не помню я показывала вам подарок очередной он друзей кушончик такой для ребенка и не показывал прям не помню даже наверное да еще купила мыло для стирки потестировать заранее вот такой вот я покупал упаковку там было три штуки это популярная здесь торговая марка для детей есть жидкие средства всякие для стирки от этого производителя то есть в принципе как-то вот такой застирывает и отстирывает очень мощно ну все равно какие-то вот отдаленно нотки остаются не очень приятные для дыхательной системы вот для моей по крайней мере может быть надо еще дополнительно полоскать и дополнительно лучше лучше простировать буду пробовать стать почему не какой-то порошок не куда жидкое средство тоже скорее всего детский смотки придется застирывать я бы не сказала что на мой наша кстати говоря крутая дорогая стиральная машина на хорошо отстирать то есть скорее всего придется матч и застирывать то есть а соответственно если замочить и застирывать это было все да то есть застирала замочила а потом уже на полоскание на отжим можно бросить в стиральную машину. Вот так я думаю. Поэтому скорее всего стирать вещи детские я буду с помощью мыла, а не с помощью жидких средств для стирки и порошков. Вот так. Да, кстати, отдышка. Это еще один симптом, про который я вам не рассказала. А если вы сейчас слышали эту попытку вдохнуть воздух в легкие, у меня время от времени стала появляться какая-то непонятная отдышка либо очищенное сердцебиение. Вот. Совершенно не по непонятным причинам. Время от времени просто как будто бы что-то огромное село мне на грудь и давит, и я не могу продышать как следует, проветрить свои легкие. Тоже такой неприятный симптом. Скорее всего это не какие-то патологии жуткие. Если посмотреть чужие дневники беременности, посмотреть, что вообще женщины пишут об этом состоянии, то понятно, что это, конечно, нагрузка на организм. Никакой романтизации не надо. Типа, о, это прекрасное время. Это такое достаточно высокорисковое состояние беременность и для организма матери, для развивающегося там ребенка. Как говорится, надеяться, молиться, чтобы все было хорошо, и вот это единственное, что мы можем. Все, все, больше ничего. Совершенно непредсказуемый процесс, как там пойдет, что там завтра ты встанешь, нормальное или ненормальное. Да, вот на моем примере такой активной и позитивной беременности такой срок отбегала налегке совершенно, не обламываясь ни в чем, не испытывая каких-то негативных ощущений и вот так вот под конец. Да. И что самое главное, во время беременности обычно все симптомы, большая часть симптомов, с которыми женщина обращается в корчу, они расцениваются как нормально. Ну, типа, что вы хотите, вы же беременны? Да. То есть, когда ты не в беременной, ты приходишь в корчу, ты обязательно получаешь помощь, какую-то таблетки, тебе выписывают препараты какие-то для поддержания твоего состояния или назначают операции. Ну, при беременности многие недомогания считаются нормой, типа, да, вы просто беременны, через 9 месяцев это пройдет. Кстати, не одна я сталкивалась с таким отношением. Напишите, может, кто-то из вас тоже сталкивался с таким отношением, что да, чисто там прийти выговориться к врачу, ты можешь, но получить какую-то конкретную помощь нет. То есть, помощь ты будешь получать только в том случае, если есть угроза для состояния ребенка. Все. То есть, только так. Такая, знаете, профессиональная, как же она называется, профдеформация, да, профдеформация. К человеку, там, сколько он работает в этой сфере, может быть, там, 10, 20, 30 лет, да, в этой профессии, к нему из года в год всякие-то они, Таня, Маша, Катя ходят. Все они жалуются одинаково на одни и те же вещи, но при этом они все в конечном итоге рожают. Не важно, как там потом их судьба складывается, в плане там, самочувствие здоровья. Ну, все рожают и для врача это такой показатель, что, ну, это норма, он привыкает к этому, ко всему, это такой своеобразный конвейер. Ну, все жалуются, ну, все жалуются. Ну, представьте, вы там, допустим, 20-30 лет в профессии, и вы постоянно там 5 дней в неделю, допустим, вы работаете, вы на работе 5 дней в неделю, к вам ходят беременные женщины, которые примерно с одними и теми же жалобами. И при этом вы знаете, что в конце все равно все 99% случаев все родили. Никто, слава богу, не сдох. И, соответственно, такое вот пренебрежение к твоему самочувствию, никому, никому твое здоровье, самочувствие во время беременности не важно, если оно не угрожает состоянию малыша. Все. Если есть угроза, да, что-то буду делать, потому что, как бы, это их профиль. Если нет, ну, все. Бывает даже такое, что какие-то очень важные операции откладываются по здоровью. Вот среди блогеров вообще была такая комично-трагичная ситуация. Девушка начала очень сильно ломаться во время беременности, хотя принимала, как и все витамины, что-то с кальцием у нее по всей видимости. Сначала ногу сломала, потом руку под конец сломала. То есть большая часть беременности отходила на костылях. И, естественно, это никого не волнует, потому что даже, как он, рентген или не рентген, здесь он называется, кажется, X-Ray, да, то есть вот этот снимок сделать нельзя. Это облучение ребенка, это типа нельзя. То есть даже посмотреть, что там, что там и как у тебя там сломалось или треснуло, нельзя. Просто зафиксировали вот этими какими-то эластичными повязками новую руку, и вот так вот она дохаживала свою беременность. То есть порой даже там какие-то серьезные операции по здоровью откладываются, потому что вот женщина в беременном состоянии. Типа родите, и потом мы будем решать этот вопрос. Хотя мне кажется, это такое что-то не совсем правильное. Тут должны быть какие-то компромиссы, да, то есть что-то, какие-то компромиссные решения искать между вот этим состоянием и риском, состоянием матери и рисками для ребенка. Потому что, как я уже сказала в начале этого видео, в принципе, кому нужен твой ребенок, кроме тебя. Если ты там вся развалишься, рассыпешься, изболеешься телом и дышаешь за время беременности, кто это вообще будет воспитывать твоего ребенка, да? То есть понятно, что маленький, крепенький, здоровенький малышек не будет воспитывать, не будет ухаживать за больной матерью. Это всем понятно. Поэтому тут, мне кажется, должны быть какие-то компромиссы и все-таки больше внимания к состояниям женщин, как-то больше должны врачи проявлять внимание, уважение и помогать действительно. А не просто вот быть зацикленными на развитии плода и того, что типа плод развивает, беременность протекает нормально, а все, что ты чувствуешь, все вот эти негативные, это типа побочки беременности, терпи через 9 месяцев пройдет. Так быть не должно, мне кажется. Но сейчас пока в основном женщинам приходится самим бороться со всякого рода негативной симптоматикой и бороться над, как я считаю. То есть беременность это не и роды это не конец, это начало. То есть ты не должна сильно устать за беременность, потому что это не конец, в смысле, это не конец, это начало нового этапа в жизни, для которого тебе потребуется много сил, энергии и так далее. То есть нельзя выходить из беременности какой-то разбитой, раздолбанной телегой. Итак, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, всех люблю, целую и пока-пока. Так, это снова я к вам вернулась. Я, по-моему, то ли я показывала кушон для ребенка, то ли не показывала и просто 300 раз обещала показать, ни разу не показала, поэтому давайте сейчас зафиксируем мысль, что да, я показываю. Вот такой вот, такой упругий, не знаю, видно ли на камеру, с такой эргономичной выемкой от тела. и на него вот такой вот щепольчик. Вот такой вот намотрясничек. Намотрясничек такой. Очень удобно, да, постирать. Понятно, что желательно, наверное, поверх намотрясничка или под него что-то постелить, еще какую-то непромокашку, чтобы не дошло все-таки до вот этой вот подушки, чтобы она в себя ничего не впитала. Популярная тут штука, многие покупают для ребенка, ребеночка вот так вот положить, что можно не только в кроватку, да, но и вот сюда его положить. И в принципе это удобно, это такая предместная штучка, взяла там, да, захотела там на диванчик сидеть с ребенком, на диванчик отнесла, положила, да, кушончик, ребеночка на кушончик или себе в кровать принесла его вот на вот этой подушечке на этом кушоне. Очень удобно, мне кажется, совместно, совместно привести время, не все время катать эту кровать по дому за собой, хотя, хотя вы видели, что в обзоре моих покупок, что кровать я тоже купила на колесах, такую максимально мобильную, то есть я реально собираюсь, видимо, путешествовать по дому с ребенком, не собираюсь привязываться к какой-то одной комнате, видимо, я из тех мамаш, которые считают, что где мама, там и ребенок, то есть, видимо, психологически я не готова отделяться, бегать на каждый там схлип, проверять, что он там делает, я, видимо, психологически настроена на то, чтобы просто держать ребенка на виду и лишний раз не подрываться, никуда не бегать. Кстати, у меня такая же примерно система выстроена в взаимоотношении с домашними питомцами, то есть мне проще держать их возле себя, не выгоняя их куда-то в соседнюю комнату и видеть, что они делают, что там, кто там что пытается нашкодить или что, то есть держать их на виду и чем бегать там по каждому шороху и проверять, что они там делают, взламывают шкаф или там что-то грызут, то, что им грызть нельзя, чем они подавятся. То есть мне спокойнее, вот где я, там и они. Вот сейчас я зашла в спальню и они здесь, они здесь, мелкий уже забрался под изеяло, наигрался, Арина лежит под детской кроваткой, то есть мне так удобно. Сейчас я выйду и они попрут за мной. То есть мы пойдем на кухне вместе есть, мы пойдем смотреть фильм в гостиной вместе, то есть мне вот так вот удобнее и я думаю, в отношении с ребенком я буду придерживаться той же самой политики. Ну, потому что так, так, видимо, мне психологически комфортнее. я, конечно, понимаю, что кому-то может быть комфортно как-то делиться, но... да. То есть понятно, что какие-то моменты уединения у меня тоже есть, когда я, как говорится, хочу уединяться наедине с собой или наедине с мужем, там это все понятно, это никто не отменяет, но вот так в целом чисто в каком-то бытовом плане мне удобнее на виду. Кстати, когда у меня Аринка была маленькая, эта кошка моя, мы ее подобрали вообще каким-то младенцем, таким крысенышем. У нее только-только глаза открылись, такие были мутные, еще толком ничего не видела она. И я тогда еще заметила вот эту тенденцию таскать за собой. У меня была такая коробушечка, типа, знаете, как из фикс-прасица такая пластиковая, туда было постелено махровое полотенчико, и там она мне лежала, и я ее везде в квартире за собой носила. То есть на кухню приду, что-то готовлю ее, на табуретку там поставлю в этой корзинке, на диване там сижу, телевизор смотрю ее на диван, в этой корзинке поставлю, еще что-то. Здесь постоянно ее везде держала на виду, за собой таскала, мне так было удобно. Вот, сейчас, видимо, с ребенком будет тот же сценарий. Так, ладно, теперь кончательно с вами прощаюсь. Пока-пока.